Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин. И сегодня я хотел бы затронуть тему укладки рюкзака. Такая, казалось бы, банальная, заезженная тема. Все, казалось бы, уже все знают. Все может свестись буквально к нескольким правилам. Типа тяжелая к спине, легкая, объемная вниз. Вот и все. Ты умеешь укладывать рюкзак, так думают многие. Но на самом деле есть достаточно много нюансов. Поэтому разберем все по полочкам в плане укладки рюкзака. Это видео, конечно, будет больше всего полезно начинающим туристам. Но, возможно, и для опытных ребят. Натолкнет их на какие-то новые идеи, на переосмысление своей укладки. И, в общем-то, тоже может пригодиться. Но прежде чем мы начнем укладывать рюкзак, давайте немножко теории. Сначала найдем центр тяжести нашего тела. У большинства людей он расположен чуть ниже солнечного сплетения. Но это зависит, конечно, от пола и от телосложения. Но у большинства людей он плюс-минус именно там. На этом уровне и должен располагаться основной груз нашего рюкзака. Весь основной вес у нас должен располагаться именно в центре тяжести нашего тела. Несколько тактик по укладке снаряжения. Важный момент – это защита нашего снаряжения от влаги. И тут есть, опять же, несколько вариантов, как это сделать. Один из вариантов – это один сплошной большой гермомешок, который укладывается в рюкзак, и туда укладывается все наше снаряжение. Это может быть большой гермомешок или большой мусорный мешок, который также замечательно защитит ваши вещи от влаги. Или мы можем использовать несколько небольших гермомешков, укладывая туда вещи по категориям, например. То есть в один небольшой гермомешок мы укладываем спальник, в другой небольшой гермомешок мы укладываем нашу одежду и так далее, и так далее, и так далее. Если мы используем несколько гермомешков, нам легче ориентироваться, мы знаем, где какое снаряжение лежит. Но, соответственно, если мы берем несколько гермомешков, это будет немного тяжелее, чем один большой сплошной гермомешок. Компрессионные мешки – это мешки, которые уменьшают объем вашего снаряжения. Опять же, есть любители и есть те, кто против компрессионных мешков. Какие у них плюсы? Они позволяют сильно уменьшить объем вашего снаряжения, они его ужимают, и у вас получается больше места в рюкзаке. Но, опять же, мы получаем несколько граммов веса этого компрессионного мешка, который, собственно, повышает вес нашего рюкзака. И когда мы пользуемся компрессионными мешками, мы не можем их так вот прям плотно уложить в рюкзак. Всегда остаются какие-то дыры, пустоты, которые нам впоследствии придется заполнять какой-то мелочевкой. Поэтому многие туристы отказываются от компрессионных мешков. Даже спальник кладут без компрессионника, просто укладывая его внутрь рюкзака. А внутрь, скажем, большой гермы. И таким образом снаряжение заполняет все пустоты, заполняет все дыры, и рюкзак выглядит лучше, потому что там нет пустот, он более плотно утрамбован. Но, собственно, место снаряжения без компрессионника занимает, конечно, несравнимо больше, чем с са. Прежде чем начнем укладывать рюкзак, нам необходимо ослабить все боковые стропы, вообще все стропы на рюкзаке, чтобы мы могли свободно наполнять его объем. Я буду укладывать без герма мешка, чтобы вам было нагляднее и понятнее. Вниз рюкзака я убираю спальный мешок. К спальному мешку я отправляю самонадувной коврик. Сюда же можем положить и одежду. Вся одежда. Нижний отсек рюкзака заполнен. В общем, на дно рюкзака мы обычно укладываем спальник, надувной коврик, какие-то теплые вещи или просто запасную одежду, которая не понадобится нам во время прохождения нашего маршрута. Но поднимемся выше. Середина рюкзака, которая приходится как раз примерно на центр тяжести нашего тела. Сюда мы должны положить самые тяжелые вещи из нашего снаряжения. Обычно это котелок, кухня, палатка, еда. Достаточно тяжелый элемент снаряжения. В общем, тяжелые вещи стараемся разместить именно в середине рюкзака. А по комплектации в этот отдел стараемся укладывать те вещи, которые не должны, но с небольшой вероятностью все же могут понадобиться нам на маршруте. Теперь давайте заполнять середину рюкзака. Здесь должны располагаться самые тяжелые вещи. Самые тяжелые вещи обычно у нас это еда. Мешок с едой. Еда обычно достаточно тяжелая. Походная кухня. Горелка. Топливо. Горелка. Я не планирую обедать на маршруте, поэтому горелка мне понадобится исключительно в лагере. Если вы планируете делать какие-то привалы, где вы будете готовить горячую пищу, то, конечно, горелку нужно укладывать где-нибудь сверху рюкзака. Сюда же я помещу палатку. Она у меня не очень тяжелая, но здесь будет ее место. Средний объем рюкзака заполнен. Минутка рекламы. Хочу порекомендовать вам канал Ангешляген Викинг. Канал в стиле survival outdoor. В общем, если любишь выживание, суровое и не очень, возможно, тебе будет интересно. Походы по Литве, Эстонии, Хабаровскому краю, по таким местам и уголкам, которые еще никто не снимал. Ну и, конечно же, советы по выживанию и обитанию в лесу. Кстати, все видосы дублируются на английском и немецком языках. Можно подучить язык заодно. Переходите по ссылке в описании. Если понравится, подписывайтесь. А мы продолжаем. Кроме деления рюкзака наверх, середину и низ, есть еще и деление по отдаленности от спины. Чем тяжелее вещь, тем ближе к позвоночнику мы должны ее разместить. Чем легче вещь, тем дальше от спины мы можем положить ее. Верхняя часть рюкзака. Сюда мы кладем вещи, которые могут понадобиться нам на маршруте. Это может быть мембранная куртка, какой-нибудь дождевик, если вы пользуетесь дождевиком, утепляющий слой, такой как флиска, пуховка, если вам вдруг станет холодно во время привала, еда, которую вы собираетесь есть на обеде. В общем, вещи, которые могут понадобиться нам во время прохождения нашего маршрута. Переходим к верхнему объему рюкзака. Что у нас здесь будет располагаться? Утепляющий слой флиска. Если вдруг станет холодно на привале, можно будет накинуть на себя, не разбирая рюкзак до самого нижнего отдела, где лежит основная одежда. Сюда же я укладываю мембранную куртку на случай, если пойдет дождь. Как видите, погода солнечная, но погода имеет свойство быстро меняться. Поэтому мембранную куртку нужно держать всегда под рукой. В принципе, основной объем рюкзака уложим. Переходим к верхнему клапану и, наверное, сразу обобщим его с фронтальными карманами. На каких-то рюкзаках карманов больше, на каких-то меньше, но на самом деле это не важно. В верхний клапан и в карманы мы убираем вещи, которые, скорее всего, понадобятся нам во время прохождения нашего маршрута. Это карта, компас, GPS, если вы пользуетесь GPS, аптечка, потому что аптечка должна быть всегда в быстром доступе, карманное питание для перекусов, фонарик, возможно, фильтр для воды, туалетная бумага, крем от солнца, спрей от комаров. В общем, все, что может понадобиться нам в то время, когда мы будем идти по маршруту, чтобы мы могли быстро из этих карманов достать необходимую нам вещь, не разбирая основной объем рюкзака. Верхний клапан рюкзака. Сюда я кладу фонарь. Здесь уже лежит карманное питание, которое я буду употреблять во время маршрута. Какая-то мелочевка типа аптечки, ключей. Остались боковые сетчатые карманы. Это такие большие карманы по бокам рюкзака. Там обычно народ носит бутылки с водой. Если вы, конечно, не пользуетесь гидраторами. Кроме бутылки с водой, туда можно убрать различные длинные, такие габаритные вещи, такие как стойки от палатки, топор, пила. Главный момент, что если мы убираем вещи в эти боковые карманы, нам нужно их еще дополнительно как-то закрепить, например, стропами, чтобы не оставить стойки от палатки в ближайших кустах. Потому что если мы ими где-то зацепимся и они никак не закреплены, просто вставлены в этот карман, то они очень легко могут выпасть. Поэтому обязательно дополнительно фиксируйте все снаряжение, которое вы убираете в эти карманы. Боковые карманы. Сюда обычно укладывается бутылка с водой. В моем случае эта бутылка еще и с фильтром. Трекинговые палки. В принципе, я бы мог сейчас с ними пойти, но именно для примера я с ними сейчас и пойду. Но для примера я их положу вот тоже в боковой карман. Здесь могут храниться также стойки от палатки, какие-то такие габаритные вещи, которые не хочется убирать в основной объем рюкзака. Боковые карманы. Сюда можно положить фотоаппарат, телефон. Я кладу сюда рулон туалетной бумаги. Предмет первой необходимости. Сюда же можно положить крем от солнца, спрей от комаров, тоже карманное питание, GPS и так далее, и так далее, и так далее. Следующий важный момент это баланс. Нам нужно следить, чтобы вес в нашем рюкзаке был распределен равномерно на обе стороны. То есть, если мы с одной стороны в сетчатый карман укладываем двухлитровую бутылку воды, то нам нужно с другой стороны тоже рюкзак чем-то уравновесить, чтобы у нас не было перекоса на одну сторону. Тоже относится и ко внутренней укладке рюкзака. Нам нужно следить, чтобы тяжелые вещи не были свалены с одной стороны. Возможно, даже поначалу вы не заметите такой перекос, но после дня маршрута с таким рюкзаком, перекошенным на одну сторону, вполне может начать болеть плечо, и вообще вы будете чувствовать себя не так хорошо, как если бы у вас вес был распределен равномерно по рюкзаку. Поэтому всегда стараемся уравновесить. Если с одной стороны положили что-то тяжелое, значит с другой стороны тоже нужно положить что-то тяжелое, чтобы вес был равномерно распределен на оба плеча. Внешняя навеска рюкзака. Я, признаться, небольшой любитель обвешивать рюкзак сверху вещами. Во-первых, потому что вещи портятся. Мы можем цепляться навешанными сверху вещами за рельеф, за кусты. Вещи портятся, вещи могут потеряться. Опять же, если дует сильный ветер, у вашего рюкзака достаточно большая парусность появляется. В некоторых моментах это может быть даже опасно. Мое субъективное мнение, если у вас все не влезло в рюкзак, и вы как-то пытаетесь его обвесить сверху, значит, вы либо купили себе недостаточно большой рюкзак, либо набрали лишнего. Но внешняя навеска, это, конечно же, необходимый элемент для каждого рюкзака для крепления габаритных грузов. Таких как коврик, ледоруб, веревка, стойки от палатки, возможно, трекинговые палки. То, что по габаритам своим просто физически не может поместиться в рюкзак. На внешней навеске также можно зафиксировать мокрые вещи. Например, мокрую штормовку, чтобы не складывать ее вместе с сухими вещами в рюкзак. Опять же, когда мы крепим мокрые вещи на внешней навеске, они еще и будут сохнуть во время нашего маршрута, если, конечно же, дождь перестал. На многих современных рюкзаках, кроме обычной внешней навески, есть еще и такой сетчатый большой фронтальный карман, который также может замечательно служить для хранения мокрых вещей. В этом сетчатом кармане они тоже достаточно неплохо сохнут. Также туда можно свалить различную мелочевку, которая понадобится вам во время вашего маршрута. Такие вещи, как, например, тапки для перехода бродов, возможно, какой-то перекус. В общем, всякую мелочевку тоже в этот карман можно сваливать. Фронтальный сетчатый карман. Я здесь обычно храню сидушку, потому что сидушка нужна на привалах, так, чтобы не сидеть на рюкзаке. А здесь ее можно достать быстрее всего. Тем более, что она убирается сюда очень хорошо. Чего нужно избегать при укладке рюкзака? Нагружать низ рюкзака тяжелыми вещами. Быстро начнут отваливаться ноги. Размещать тяжелые вещи далеко от позвоночника. Быстро начнет отваливаться спина. Располагать тяжелые вещи сверху рюкзака. Во-первых, начнут отваливаться плечи. Во-вторых, вы становитесь неустойчивыми, потому что у вас центр тяжести где-то сверху. И появляется большой риск клюнуть носом куда-нибудь в камне. Еще один важный момент, о котором забыл упомянуть. Когда располагаете вещи внутри рюкзака, старайтесь прям какие-то твердые угловатые вещи не класть прямо к спине, чтобы углы не впивались вам в спину. Конечно, это... Ну или как минимум разверните эти вещи под таким углом, чтобы вам было комфортно их нести около спины. Конечно, это больше относится к различным бескаркасным рюкзакам, к каким-то легкоходным вариантам, у которых нет твердой спины. Но даже если у рюкзака имеется какая-то анатомическая спина, то все равно лучше твердые вещи держать от нее подальше. Тогда вам будет просто комфортнее нести такой рюкзак. Все, рюкзак уложен. Это такой классический достаточно рюкзак, классический комплект снаряжения для классического похода. Если мы идем в поход в стиле Fast and Light с каким-то легким снаряжением, то, во-первых, тут вещей будет гораздо меньше, но основные принципы укладки будут такими же. Надеюсь, вам было полезно это видео. Не забудьте поставить ему лайк, поделиться этим роликом со своими друзьями. Давайте вместе развивать адекватную туристическую движуху. Подписывайтесь на канал, если вдруг вы еще не подписаны. Нажмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Подписывайтесь также на нашу группу ВКонтакте, страницу на Facebook, Instagram, на лайв-канал. Там сейчас выходят стримы, там тоже стало интересно. И, конечно же, ходите в походы, друзья. С вами был Владимир Чайкин. Всем пока!